Многие говорят, вернее мне говорили, а почему вы считаете, что это вот в крестьянско-фермерском хозяйстве вашем вы же покупали там, допустим, через ИП там, да, ну вот кто в теме, значит, вот, ну есть у меня вот КФХ, наша семейная, а есть ИП, и вот то ИП оно на патенте, то есть я заплатил патенты, все остальные деньги у меня. Я могу купить как на физическое лицо, но если я покупаю на ИП, если я с печатью какие-то, значит, документы, тогда люди остерегаются обмануть, да, они уже как-то выдерживают свое слово. Я почему это говорю? Потому что когда мы сюда только пришли, я думаю, а что я буду вот сам что-то строить, да, там мучиться, найму я, значит, конторы строительные. Знаете, это чем закончилось? Минус 2 миллиона. То есть три строительные конторы, которые я нашел, они все взяли аванс и все пропали бесследно. У одних, конечно, мы там деньги забрали через суд, одна дама, она там, оказывается, на этом специализировалась, на 7 лет уехала осуждена, и один еще до сих пор там бегает. Вот, то есть... Хрена себе. Лучше строить самим. Вот прямо осваивайте строительные специальности, не вздумайте, вот как я наступать на эти грабли, что, значит, типа малой кровью я лучше чуть побольше заплачу, но мне все построят. Никто ничего не построит. Кругом очень много мошенников и вообще людей, которые с головой не дружат. Берут деньги, привозят каких-то строителей, которые строить не умеют, строители потом сбегают, ну, не знаю, может быть, это я один такой, что я не бросаюсь с деньгами, они мне очень дорого достаются, я этих людей всех прижимаю, заставляю их отдавать эти деньги. А многие говорят, что ну ладно, так вот. Вот и пока мы потворствуем вот этим вот, вот этим, ну, не буду выражаться, значит, плохим людям, они вот так и будут на честных людях пожелаться. Как дела в России? Воруют, да, у нас воруют на всех уровнях, и при том, что для каждого есть оправдание. Они говорят, ну, что я вот у тебя вот чуть-чуть вот так вот получилось, что украл, так воруют же, вот знаете, вот знаете, сколько в правительстве воруют, знаете, сколько там чиновники воруют. Я говорю, а что ты мне про чиновников рассказываешь, что ты-то украл у меня, и ты должен вернуть это все мне, ты передо мной отвечаешь. На самом деле, вообще, было бы показательно, если бы, конечно, вот этих вот, несколько воров там, да, а воруют, вот, допустим, из-за реки приходят алкаши, да, вот, какую-нибудь железячку украсть, там, пойти, сдать ее в металлолом. Вот реально пять уголовных дел, которые завели, и, значит, люди получили сроки, это вот, которые сюда приходили с целью что-то украсть. А скольких мы еще там по мелочи что украли, скольких мы еще не нашли или не могли доказать, что это они украли. То есть, постоянно, я думаю, что тут, вообще, надо как-то фермеру об этом задумываться в первую очередь, то есть, как обезопасить свою... Об охране. Да, от воров. А в соседних деревнях часто же люди заезжают или нам, значит, начинают названивать, вы моих коров там не видели, скот воруют вообще. У меня вот, вот вроде, у меня 100 гектар, а пастух ездит и пастет на лошади. А многие там свою корову оставляют, ну и что, что потом удивляться. Это вопрос времени, когда ее там до леса доведут, зарежут, в легковую машину сложат и увезут на рынок. То есть, воруют все. Моя бы воля, я бы вот просто накол сажал вот людей, которые в Ростовом промышляют. И вот как вот заезжать, да, ко мне в хозяйство, люди бы видели, да, там вот эти мумии на кольях. И подумали, ну да, здесь... Суров ты, Алексей Анатольевич. Я вам больше скажу, и это мы еще с вами про коррупцию не говорили. Мне тоже один крестьянин, фермер говорит, ну суров ты, Алексей Анатольевич. Вот тебе дай волю, ты бы людей расстреливал, как в 37-м. И, значит, детей-то их и внуков-то в ГУЛАГ бы ссылал. Ссылал бы. Я ссылал бы, я вам сейчас говорю, я бы вот, я бы ссылал в ГУЛАГ. Что хотите обо мне думайте? Мой-то сын 20 часов за сейлкой стоит. Чем он хуже? Чем он хуже? Он за границу учился. Но он-то патриот получается, он-то на земле работает, он вернулся. А где сын учился? Он в Китае учился. В Китае? То есть он владеет китайским языком. Ни хао? Он владеет китайским языком, вы его только об этом не спрашивайте, потому что его вот это вот, каждый раз, когда кто узнает, что он учился в Китае, все с вами говорят, скажи что-нибудь по-китайски. Ну это кого угодно выберет. Да, понимаете? Вот.